ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шем, возлюбленные, благословенное имя Господа. Меня зовут Равин Кёрд Шнайдер, это моя жена Синтия Марджеры. Я в восторге от нашей серии под названием «Принципы Эмуны». Эмуна — это вера на еврейте. Перед началом съемок ты как раз и рассказывала, Синтия, что сейчас изучаешь праведность и как она связана с верой. Расскажи нам. Да, Дух Святой говорил со мной о том, что все, что мы переживаем в жизни, должно учить нас вере и доверию Ему. То есть все наши трудности, проблемы и испытания в конечном итоге учат нас знанию о том, что Бог, Он верный. Бог верен вам. И Он учит вас. И Он тренирует вас. И это очень важно во имя Иисуса Христа. Шалом, возлюбленные, меня зовут Таравин Кёрд Шнайдер. Люди иногда спрашивают, что означает «мой жест». Это символ действия Слова Божьего. Библия говорит, что Слово Божие живо и действенно и острее меча обоюдоострова. То есть это Слово Божие, выходящее к людям как меч, чтобы укреплять нас, очищать и делать нас целостными в Иисусе Христе. Сегодня мы продолжаем серию программ под названием «Принципы Эмуна». Эмуна — это вера на иврец. И для начала я хотел бы напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз. Это очень важно. Во-первых, библейская вера — это несогласие с определенными доктринами. И в этом разница между иудаизмом и некоторыми христианами. Некоторые христиане считают, что они верят лишь потому, что выражают умственное согласие с каким-то фактом. Они говорят «Да, я верю в Библию, Библия — это истина, но это лишь умственное согласие. Они лишь подтверждают те или иные доктрины». Но библейская вера — это не просто утверждение о том, что какие-то факты правдивы. Библейская вера — это активное доверие и цепляние за Бога. Одно дело говорить, что вы верите в какую-то доктрину, и совсем другое — по-настоящему доверять Богу. Доверие означает взаимоотношения. Итак, библейская эмуна содержит в себе доверие, а еще она означает держаться и цепляться. Те, кто действительно верят Бога, держатся за Него. Мы должны держаться за Него. Помните, в 90-м псалме говорится о тех, кто нашли прибежище под тенью Его крыльев. Люди могут верить в то, какой Бог, но если в своей жизни они не полагаются на Него, не держатся за Него постоянно, то это нельзя назвать доверием и взаимоотношениями. Это лишь умственное согласие. Вот почему Иисус сказал, «Вы говорите, что верите в Бога». Даже демоны верят в Бога. Эмуна — это принять Бога в свою жизнь, доверять Ему и держаться за Него. А еще библейская эмуна — это дар Духа. В послании к Ефесиным 2 главе 8 стихе сказано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, а вера, которая спасла нас, — это дар от Бога. Так говорит Писание. С вами когда-нибудь было так, что вы вдруг твердо верили в то, что должно что-то произойти? Вы вдруг получили способность верить во что-то, даже сами не зная, почему вы вообще в это верите. А потом то, во что вы верили, произошло. Как же так получилось? Давайте разберемся. «Эта вера была передана вам Духом Святым». Спасительная вера тоже передается нам Духом. Это духовная вещь. Вера — это на самом деле передача от Руаха Кадыш, Святого Духа, которая приносит нам жизнь и соединяет нас с Богом. Она вводит нас в отношения с Богом и оживляет нас. То есть вера — это субстанция, которую мы получаем от Святого Духа для вступления во взаимоотношения с Богом. И при этом она влияет на наш разум и наши действия. Теперь мы в вере, и эта вера — это субстанция от самого Святого Духа. Вера — это субстанция от Святого Духа, и она соединяет нас с Богом. А сейчас я хотел бы поговорить о том, что происходит в нашем разуме и наших действиях, когда мы через веру вступаем в отношения с Богом. Как эта вера влияет на наши мысли? Во-первых, мы имеем сверхъестественную способность верить в то, что Бог правит миром. Люди, живущие во тьме, не могут увидеть, что Бог правит миром. Зачастую они видят хаос. Они смотрят на все то плохое, что происходит в мире, и говорят, «Бог не правит миром». Посмотрите на весь этот хаос и беспорядок. Но библейская иммуна подтверждает, что да, Хашем, или Бог, все же правит миром. Творец правит миром. Он не убрал руки от Своего творения. Он не отдалился. Он участвует в судьбе Своего творения и правит землей. Как я уже говорил, если посмотреть в Тору или Танах, то видно, что Бог ответственен за многое происходящее. Не только за хорошее, но и за плохое тоже. Кто открыл землю, чтобы она поглотила Корея и его сыновей? Это Бог. Когда евреев покусали змеи, за их неверность Богу кто это сделал? Тора говорит, что это был Бог. Написано, даже когда Давид согрешил, сосчитав Израиль, именно Бог сделал так, чтобы на Израиль пришло бедствие, приведшее к тысячам смертей. Если мы верим, что вся Библия, а не только Новый Завет, это Слово Божие, то изучая Тору, мы видим, что Бог ответственен за многие кризисы и проклятия на земле. Когда Бог потопил мир за их грехи, кто был ответственен за этот потоп? Библия говорит, что именно Бог покрыл землю водой. Почему же? Потому что так Он очищал мир от грязи. Итак, библейская эмуна утверждает, что Бог правит нашим миром. Возможно, мы не все понимаем, но мы должны осознать, что Он Хошем, и Он правит нашим миром. А во-вторых, библейская вера утверждает, что все, что делает Творец и наш Бог, предназначено на добро. Нам нужно верить, что все, что делает Бог, даже если это выглядит плохо, предназначено на добро. Когда Бог покрыл всю землю водой, Он затопил все вокруг, кроме Ноя, Его семьи и животных, которых Он взял в ковчег. Кто-то может сказать, что же в этом хорошего? Такие люди не видят всей картины. Они видят лишь природную катастрофу. Как это может быть хорошо? Объясните нам. Но, сделав шаг назад, мы понимаем, что это было хорошо, потому что таким образом Бог очистил землю от греха и насилие, и начал все заново с Ноя и его семьи. В прошлый раз я приводил вам пример. Вы приезжаете в аэропорт и становитесь в очередь, чтобы получить свой билет. Вы подходите к стойке регистрации, вам очень важно попасть на встречу в другом городе, но работник аэропорта говорит вам, «Простите, рейс уже переполнен, и у нас нет для вас места на этом рейсе». Вы начинаете нервничать. Что же в этом хорошего? Но представьте, что через пять часов вы узнаете из новостей, что самолет, на котором вы должны были лететь, упал, и все люди в нем погибли. Тогда вы начинаете славить Бога за то, что Он спас вашу жизнь. И вы признаете, это Он не дал мне сесть в тот самолет. Иными словами, мы не всегда видим полную картину. Давайте не будем надменными и признаем, что Он добрый Бог и все делает нам во благо. Давайте утверждать это даже тогда, когда мы не все понимаем. Ну а, кстати, люди, живущие во тьме, видят в мире больше зла, чем добра. Они каждый день слушают новости и слышат только об убийствах, махинациях в политике, катаклизмах и катастрофах. День за днем они питаются этим негативизмом. Так? Они начинают думать, что мир — это ужасное место. Но, если посмотреть правде в глаза, то 99% всего, что происходит в мире, это, прежде всего, хорошо. Мы видим Бога в различных людях, которых мы встречаем и с которыми мы общаемся каждый день, вкусная пища, которая приносит нам удовольствие, способность просыпаться по утрам и видеть солнце, красивые растения и животных, цветы и бабочек. Если мы снимем шоры и посмотрим на все глазами Бога, то увидим, что большинство из того, что мы вокруг видим, это хорошо. Бог предназначил все на добро. Те, кто действительно верят Бога, держатся за Него. Мы должны держаться за Него. Помните, в 90-м псалме говорится о тех, кто нашел прибежище под тенью его крыльев. Люди могут верить в то, какой Бог, но если в своей жизни они не полагаются на Него, не держатся за Него постоянно, то это никак нельзя назвать доверием и взаимоотношениями. Это лишь умственное согласие. Вот почему Иисус сказал, а вы говорите, что верите в Бога, даже демоны верят в Бога. А иммуна — это принять Бога в свою жизнь, доверять Ему и держаться за Него. Поверьте, Бог создал все добро именно для вас. Пастор, это Винни, она родилась глухонемой. Она родилась глухонемой, да? Да, и 15 лет, но сегодня, после молитвы, ее уши открылись, и теперь она может полноценно слышать. Ты можешь слышать? Можешь меня слышать? Мы проверили ее уши, и теперь она слышит совершенно нормально. Ты можешь слышать? Да, и теперь она пытается говорить. А вот это ее соседка. Соседка, подойдите сюда. Винни не могла ни слышать, ни говорить, но сегодня она слышит. А теперь попробуй нам что-нибудь сказать, пожалуйста. Да. Еще раз давай. Да. Соседка, шалом, шалом. Итак, мы выяснили, что первый принцип иммунны в том, что Бог правит миром. Ничего не происходит просто так. Бог правит миром. Во-вторых, мы увидели, что Он не только правит миром, но Он еще и все предназначил на добро. Возможно, мы не всегда это видим. Возьмем, к примеру, растение. Если растение во время града лишится своей ветки, то очень часто после этого оно начинает расти еще лучше. Так же бывает и с нами. Происходит что-то плохое, если мы сконцентрированы только на плохом, то решим, что это плохо. что в этом хорошего. Но, оглядываясь назад, вы понимаете, что многое из того плохого, что случилось с вами, привело вас к чему-то большему. Как говорят, трудность, мать изобретения. Иногда Бог обрезывает нас, как дерево, и это может казаться чем-то плохим. Но так Бог готовится к запуску чего-то хорошего. Каждый раз, когда еврейский народ переживал гонения, а в итоге он становился сильнее. Бог все обращает во благо. Не подумайте, что я бесчувственный. Я понимаю, что в жизни происходят очень болезненные вещи. Это случается. Я никак не умоляю этого. Я лишь пытаюсь донести до вас то, что Бог правит миром, и у Него есть хороший план для вас. Ну и в-третьих, я хочу сказать, что у Бога есть своя цель во всем, что Он делает. Атеисты говорят, что в жизни нет смысла, и она случайна. Кстати, многие молодые люди сегодня придерживаются этой точки зрения. Как все вокруг появилось. А это была случайность. но жизнь не случайна, потому что миром правит Бог. Он все предназначил на добро. И у Него есть цель. Писание говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. нам Он предопределил быть подобными образу своего Сына. Как видите, принципы, которым я вас учу, взяты из Слова Божьего. Павел сказал, что Бог все обращает во благо тем, кто любит Его. И главная цель этого, чтобы мы изменились в образ Иешуаха-Машеаха, его Сына Иисуса. Что же это означает? Это означает, что нам нужен другой подход к жизни. Это означает, что, просыпаясь каждое утро, мы не должны ничего бояться. Не бояться ничего и никого, кроме Бога. Давайте-ка скажу это еще раз. Мы не должны бояться ничего и никого. Только кроме одного Бога. Не бояться ничего, кроме только одного Бога. Почему же так? Да потому что Бог правит миром. Вы находитесь не в нестабильных руках случайности. Ваше положение в жизни нельзя назвать уязвимым. Почему? Потому что Бог любит вас и Он правит миром. Во-вторых, просыпаясь по утрам, вы можете ничего не бояться, потому что все предназначено на добро. Если вы лишились работы, то это к лучшему. Если сегодня произошло что-то, что причинило вам боль, верьте, что это к лучшему, потому что Бог делает так, что все содействует нам во благо. Бог берет все, что происходит в вашей жизни, в жизни Его праведников, и обращает это во благо. Ничто не будет потрачено впустую, поэтому каждый день вы можете говорить, «Я не буду бояться ничего и никого, кроме Бога», потому что Он правит миром, и может использовать во благо все, что с вами происходит. Ну и еще одно, что делает Хашем. Хашем, кстати, это еврейское обращение к нашему Творцу. Оно означает святое имя нашего Творца. Послушайте, все, что делает Бог, имеет свою цель. Мир крутится не сам по себе и не так, как ему хочется. Бог следит за всем и во всем участвует, поверьте, Он участвует в жизни Своего творения. Он очень тонко и внимательно участвует в вашей жизни. И все, что Он делает, имеет свою цель. Иисус сказал, что даже воробей не падает на землю без ведома Отца Небесного. Поэтому каждый день вы можете не бояться никого и ничего, кроме Бога, зная, что Он правит миром и вашей жизнью. Все, что происходит вокруг, Он использует для вашего блага. И во всем, что Он делает, есть цель. Ничего не происходит просто так. Так давайте практиковать эмуну или веру. Давайте ходить в радости, в благодарении и с положительным отношением. «Если у нас есть истинная библейская вера, то мы должны излучать счастье и радость. Я говорю не о том, чтобы все время смеяться, а о радости в сердце, потому что мы знаем, что Бог достигает Своей цели в нас и для нас, и все вокруг Он использует на добро, чтобы благословить нас. Это приносит радость и свободу. Иисус любит вас». Иисус никого и ничего не боялся. И Он желает, чтобы мы с вами жили так же, как Он, когда Он ходил по этой земле. Он желает, чтобы мы были такими же, как Он, бесстрашными и полностью уверенными в том, что Бог следит за нашей жизнью и участвует во всех ее деталях. Если мы дойдем до этого, мы будем ходить в победе и будем светом для этого мира. Люди ищут того, за кем они могут последовать. И Бог желает использовать вас, чтобы вы были Его светом. Поэтому ходите в вере, и вы будете благословенны и будете благословлять других. Думаю, с сегодняшнего выпуска мы можем взять для себя несколько принципов. Но я хотел бы сконцентрироваться на том, почему нам нужно цепляться или держаться за Бога. Доверять это значит держаться и цепляться за Него, полностью полагаясь при этом на Него. Может, ты хочешь что-то сказать, что поможет нашим зрителям еще лучше понять этот принцип, дорогая? Как я уже говорила, Бог постоянно учит нас. Библия говорит, что в начале наша вера как горчичное зерно. И на нашем жизненном пути Он учит нас доверять Ему и понимать, что Он надежный. И когда мы держимся за Него, наша вера растет. Яков писал, что когда мы проходим различные испытания, наша вера очищается, как золото в огне. Что же делает Отец? Он тренирует нас в вере, не просто мысленно соглашаться с какими-то доктринами, а держаться за живого Бога, который хочет, чтобы мы познавали во всем Его. Верно. Я тоже училась этому во время испытаний. Например, когда наши дочери выходили замуж. Свадьба это всегда стресс и волнение. И когда я полагалась на пути этого мира, волнения усиливались. Но когда я положилась на Бога и ухватилась за Него, ожидая, что Он все устроит, Он был верным, и все получилось красиво и идеально. Единственный способ победить страх это доверять Богу или Хошему. Как я уже говорил, Хошем это всего лишь имя Бога. Но имя Бога так прекрасно, что хочется повторять его снова и снова. Также данью уважения является фраза «Барух Хошем» или «Благословенно имя Творца». Мы уязвимы в этом мире. Мир опасное место и часто мы не способны его контролировать. Но доверяя Богу, мы можем иметь мир, потому что Он правит миром и всегда думает и заботится о нас. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословениям. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры Игорь Негода ПНАВЕЙ ЛЕХА ВЕЙ АСЕМ ЛЕХА ШАЛОМ Пусть Бог Отец Яхве Бог Израиля благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. сегодняшний выпуск был завершающим в серии «Принципы Эмун». Если вам понравилась эта серия и вы хотите приобрести ее, то зайдите на наш веб-сайт или позвоните по номеру, который видите на экране. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Мы ждем вас. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы. И кульминацией этих осенних святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мерую добрую, утрясенную и нагнетенную. Я люблю вас и да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На земле многие из нас верны Господу финансов. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса». Равина Шнайдера